Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Про Цветок. Наверняка у каждого на участке есть хотя бы небольшой уголок, где-нибудь за домом, за гаражом, сараем или за живой изгородью, где практически не попадает солнце. Там, где тень или полдня, или даже может быть на протяжении всего дня, и там особо ничего не растет. И газон там нет, и огород там не сделаешь, и кажется, что с этим участком сделать. Как раз-таки про это мы сегодня и поговорим. Какие растения посадить в условиях интенсивного затенения? Ассортимент таких растений на самом деле не сильно широкий. Если мы подумаем про какие-нибудь многолетние культуры, то прежде всего на ум приходят папоротники. Среди древесных растений ассортимент тоже не широкий, но они есть. Важно просто их подобрать и использовать в условиях затенения. Растения, которые относят к группе теневыносливых, как раз-таки приспособились расти там, где солнца не хватает, и там, где практически никогда не попадают прямые солнечные лучи. Выделим опять же группу хвойных и группу лиственных растений. Среди хвойных их не так много. Прежде всего помните про представителей рода тис. Это тис ягодный, тис дальневосточный или по-другому остроконечный. Два близких вида и тот и другой способны расти в условиях практически сплошного затенения, то есть без открытого солнца. Хвойное растение, вечно зеленое, обладает темной-темной зеленью, таким насыщенно изумрудным цветом, и благодаря этому высокодекоративное. То есть там, где у нас не хватает солнца, тем не менее, кустарники будут выглядеть плотными, пышными. К тому же тисы можно стричь. Из них можно формировать различные формы, начиная от шариков, колонн, конусов, и в том числе заниматься топиарной стрижкой. Если видовые тисы, ягодные и дальневосточные, это такие широко раскидистые кустарники, которые очень часто растут в своеобразном виде сначала, поднимаясь вверх, а потом раскидываясь в виде чаши. И занимать могут достаточно много места, то есть несколько метров квадратных как минимум. Есть и сортовые экземпляры, например, формы фастигиата или колоновидные, которые будут минимальные по площади, но будут интересно подниматься в виде колонн, подчеркивая, в данном случае, ландшафт или какой-то уголок. Следует, конечно же, помнить про то, что тисы растения ядовитые. И плоды, в частности, семена у них, хвоя, побеги. Не стоит употреблять пищу и быть осторожными, если на участке в этих местах бегают дети, и в том числе домашние животные. Будьте с ними осторожны. Если вы будете использовать сорта с окрашенной хвоей, то есть, допустим, элегантисима с пестрой хвоей, или ауреа, то есть это тисы, которые обладают золотистой хвоей, помните про то, что это растения двоякие по отношению к солнцу. Если вы их посадите в тень, как о чем мы сейчас и говорим, они станут зелеными, то есть фактически будут как полноценный, как основной вид. Но если вы их посадите там, где у нас затенение не сплошное, а солнце появляется на протяжении дня, или, в принципе, даже на открытое солнце, тисы тоже могут выдерживать такие условия, тогда он раскроется полностью как сорт, и, допустим, ауреа золотистый станет желтеньким на концах нарастающих побегов и хвои. Разные условия, соответственно, по-разному будут отражаться на этих декоративных качествах этой формы. Кроме тисов, среди хвойных обратите внимание на такой не сильно распространенный кустарник, как микробиота. В частности, микробиота перекрестно парная. Очень похоже внешне, особенно летом, на стелющиеся можжевельники. Кому-то может показаться, что это там что-то в стиле можжевельника казацкого, китайского и так далее. Но если присмотреться поближе, вы увидите, что хвоя все-таки отличается. А если вы обратите внимание на это растение осенью, от зеленого цвета классического, оно становится таким охренно золотистым, очень приятным по цвету, с переходом по колористической гамме. Кроме этого, важная особенность в том, что если большинство можжевельников активно светолюбивые породы, то как раз таки микробиот отличается тем, что растет в условиях затенения. В идеале, конечно, чтобы солнце немного где-то появлялось, сквозь кроны, допустим, деревьев, или выглядывало там из-за угла на протяжении там полудня, где-то больше, где-то меньше. То есть микробиоты перекроснопарные относятся к растениям полутеневыносливым. Наверняка такие участки у вас есть. Кроме хвойных, понятно, что есть теневыносливые растения и среди лиственных кустарников. Здесь ассортимент будет немного шире. Я остановлюсь на нескольких из них, на которые советую обратить внимание и, возможно, использовать у себя на участке. Первая из них – это магония подуболистная. Подуболистная, потому что листья у нее похожи на листья падуба, достаточно теплолюбивого растения, которое не используется в условиях редкой полосы. А магония как раз таки более зимостойкая и способна выдерживать интенсивные морозы до 20, иногда даже 25 градусов, особенно если, или в частности, если она закрыта снежным покровом. В таких условиях она отлично перезимует. Конечно, если будет такие отрицательные температуры и снежного покрова не будет, эти условия ей не подойдут. Чем отличается магония? Это лиственная порода, но в то же время вечно зеленая, как и те растения, о которых мы говорили до этого. У магонии глянцевые, темные листья, плотные сами по себе, кожистые, и они обладают хорошим отблеском, то есть привлекают внимание. Магония характеризуется таким богатством именно внешнего вида и цвета. Кустарник сам по себе невысокий, чаще всего растет где-то на высоту до полуметра, иногда побеги могут вырастать до метра высотой. Немного разрастается в стороны, но не сильно и не агрессивно. Очень классно цветет весной ярко-желтыми соцветиями. Это растения из семейства барбарисовых, и в этом плане они похожи по цветению. Яркая насыщенная окраска, чего нам часто не хватает весной, когда мы ждем как раз-таки луковичных, ну и в частности магония может дополнить это ощущение. После цветения образуются грозди таких синевато-сизых ягод, которые, кстати, съедобны. И в отличие от, допустим, тиса, их можно употреблять в пищу. Кроме магонии, советую обратить внимание на снежноягодник. Если раньше в советской застройке во дворах очень часто можно было встретить снежноягодник белый, это кустарник высотой метр-полтора, иногда даже выше, с характерными белыми ягодками, откуда и произошло название. Дети их часто любили хлопать во дворах, наступая на ягоды на асфальте. В последнее время распространяется близкий вид, это снежноягодник доренбоза. У него же есть и несколько классных сортов, как, например, мазов пирл и близкие к нему. Чем отличается он? Во-первых, он обладает свойствами хорошей теневыносливостью, как и основной вид для наших условий, это снежноягодник белый. Теневыносливо, активно, хорошо развивается в условиях затенения, раскрывается полностью во всей красе, приятный такой светло-зеленый цвет листвы, который одинаковый на протяжении всего лета, но в конце сезона на нем появляются ягоды. И они уже не белого цвета, а различных оттенков розового, от светлого до насыщенного темного. Эти ягодки будут длительное время висеть на кустарнике, украшая и преображая ваш сад даже в межсезонье. И потеряют вид они только к концу сезона, когда к концу зимы, когда несколько раз, соответственно, перемерзнут. Растение чуть более компактное, в отличие от снежноягодника белого, и как раз таки хорошо подходит для небольших участков, для дачных пространств, там, где, как правило, места и территории у нас не хватает. Это четыре растения, на которые я бы советовал обратить внимание. Но теневыносливых, понятно, больше, хоть у них не очень много, но можно копнуть дальше и найти еще представителей. Посмотрите, наверняка среди этих или среди других растений вы найдете то, что как раз таки подойдет на тот участок, где у вас нету солнца или солнца недостаточно. Успехов вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok